Страх и паника в Генштабе России. Решение этой задачи Министерство обороны приступило в 2021 году совместно с Министерством науки и высшего образования. Окупанты не могут контролировать ситуацию на временно оккупированных территориях Украины. Такого вообще никто никогда не помнит. Это просто невероятно. Их уничтожает местное сопротивление или же украинские спецслужбы. А можно и без этого обойтись? Нет. Под особым прицелом российские офицеры, которые прячутся в засекреченных штабах. Почему офицер? Офицер это тот человек, который опытный, опытен, да, он уже выслужился. Чем больше звездочек, тем дольше служба его в этом учреждении. Но даже в собственном логове их поджидает смерть. Крайний раз военная разведка Украины уничтожила целый штаб оккупантов в Мелитополе 11 ноября. Это же не просто офицеры. Тут говорится, что офицеры были и Грозгвардии, и ФСБшников. То есть это серьезный уровень был. Там подполковник, полковник, и было какое-то совещание. Это месть за репрессии, которые россияне применяют к украинскому населению под оккупацией. Как правило, эти органы принимают участие в фенитрационных мероприятиях и в явлении проукраинских активистов. То есть уничтожение этих офицеров, уничтожаются какие-то задумки по поиску наших патриотов на оккупированных территориях. Теперь, после уничтожения Мелитопольского штаба россиян, украинцам будет легче. Уничтожение таких людей очень важно. То есть их нету. Остается про такая сальная прослойка сотрудников. Да, неважно. Это Руссквардия, ФСБшники, разведчики российские, которые безинициативные. Нет команды, солдат спит, служба идет. Также ликвидация офицерского состава россиян отобьется и на театре военных действий. Когда нет большого руководства, которое может придумать какие-то творческие, нестандартные ходы, тогда и рядовой состав ничего не предпринимает. И легче нашим военным тогда. Дефицита пушечного мяса в России нет. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. А вот офицеры в российской армии на вес золота, подтверждает военная разведка Украины. Целые подразделения фактически выбывают из-за больших потерь. Сохраняется проблема с личным составом и в части обучения, и в части обеспечения, и в части компетентного офицерского состава. Их офицеров легче всего вылавливать партизанам на Запорожском и Херсонском направлениях. В территории, которая оккупирована год, два года только, то, конечно, там и организация работы лучше, и к средствам связи лучше. Этим занимается очень широкий круг проукраинских активистов. Люди разного могут быть уровня. Не обязательно это должен быть осведомителем украинских разведок, украинской разведки какой-то, не знаю, человек, вхожий в российский штаб. Не обязательно. Это может быть банально уборщица. Банально уборщица, но уборщица внимательна. Крайний раз массовая ликвидация российских штабных офицеров состоялась 22 сентября. Тогда Кремль в МИК потерял руководство Черноморского флота в Крыму. Это неуважение к целому народу и к целой стране. Этот прилет в Севастополе убрал даже Виктора Соколова, командующего Черноморским флотом России. Горжусь назначением на славный старейший флот военно-морского флота России. Кроме него было ликвидировано по меньшей мере еще десяток офицеров старшего состава. Но Минобороны России до сих пор замалчивает эти потери. Добрый день, уважаемые коллеги. Приступаем к работе. Также российская пропаганда молчит о братской офицерской могиле в Мелитополе. Запорожское направление – одно из самых слабых мест россиян. Окупанты не знают покоя ни на фронте, ни в собственном тылу. Местное ПВО через день пропускает прилеты. И, похоже, это только начало большой трагедии россиян. Редактор субтитров А.Семкин